Продолжение следует... Процесс практически всегда сопровождается большими финансовыми затратами. Позволить их себе может далеко не каждый. А если учесть, что учеба в УЗИ может длиться от 4 до 7 лет на бакалавриате и магистратуре вместе, то по неволе возникает вопрос, можно ли сэкономить на обучении. Можно. Несколько вариантов предлагаю рассмотреть прямо сейчас. Парни в основном выбирают учиться только очно, так как они военно обязаны. А вот у девушек есть возможность сэкономить, варьируя формой обучения. Итак, заочная и очно-заочная, ранее вечерняя форма обучения. Эти формы не только дают возможность совмещать учебу и работу, но и сэкономить на получение образования. Заочники платят за него меньше. И помимо этого, им не нужно тратиться каждый день на дорогу, питание, учебники и текущие расходы. Заочное обучение организуется в полной аудиторной форме по индивидуальному учебному плану или по сокращенной ускоренной программе. Полная форма предусматривает аудиторные занятия 3 раза в год на 3-4 недельных сессиях, плюс самостоятельное изучение предметных областей в межсессионный период с консультациями преподавателей и, конечно, сдачу экзаменов на сессии. Очно-заочная, ранее вечерняя форма обучения, вытесняет заочную и предполагает занятия в УЗИ вечером после работы 4-5 дней в неделю. Зачеты и экзамены по мере завершения изучения дисциплины. Стоимость, конечно, на очно-заочной и на заочной форме будет ниже. Насколько? Ну, может доходить до 50%. То есть заочный учится в половину дешевле, чем больше? Ну да, но мы можем посмотреть наш регион, Ярославскую область, соседние области, Костромскую, Владимирскую, Ивановскую. Примерно вот такой порядок цифр. Еще один экономный вариант – параллельное обучение. Это программы двух дипломов в одном и том же ВУЗе, но по разным направлениям. Спасательный круг для тех, кто хочет получить еще одно высшее образование, стремясь экономить не только деньги. Ведь стоимость получения второго диплома намного ниже первого за это же время. Конечно, студенту придется долгое время жить в режиме напряженного графика занятий и отсутствия свободного времени. Но цель оправдывает затраченные усилия. Индивидуальный учебный план готовят каждый год по заявлению студента перед началом обучения. Сокращенная программа сегодня получила название «Ускоренное обучение», как правило, на базе среднего профессионального профильного обучения, рассчитанного на 4 года. После окончания обучения по сокращенной программе студенту выдается государственный диплом о полном высшем образовании. Перед подачей документов нужно обязательно уточнить, поддерживает ли ВУЗ выбранный формат ускоренного обучения. В нашем ВУЗе реализуется обучение по индивидуальным планам для тех, кто уже имеет некое базовое образование. Допустим, те, кто поступает для получения второго высшего, имея какое-либо высшее образование. И с точки зрения стоимости там тоже получается, во-первых, и срок обучения меньше. Допустим, на том же экономическом факультете программа «Букавриата» в заочной форме реализуется за 3,5 года. С текущего года, правда, у нас будет вечерняя форма. И стоимость там почти в два раза меньше. Дистанционное обучение предусматривает учебу по интернету и привлекает многих прежде всего доступной ценой. Иногда в 2-3 раза дешевле очной формы обучения, а также отсутствием дополнительных затрат на дорогу к месту обучения. Другими словами, индивидуальные программы и гибкий график позволяют вам эффективно совмещать работу и учебу без лишних финансовых и временных затрат. Дистанционное образование особенно актуально для людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть вопрос, а откуда деньги взять родителям для обучения? Если недостаточно накоплений, то, соответственно, можно взять образовательный кредит в банках. У нас сегодня в Ярославской области разные банки, кстати, не все банки предоставляют образовательные кредиты, от 3 до 12% годовых стоимость кредита. При этом важно понимать, что такой продукт целевой, то есть отдохнуть на море за эти средства не получится. Но вот проблему нехватки денег на получение образования на некоторое время этот займ снимет. Сейчас существует образовательный кредит с процентной ставкой всего 3%, так как клиент оплачивает только 3%, остальные проценты платят государству, то есть государственной субсидией. Соответственно, клиент может оформить кредит на свое образование, то есть сроки неограниченные, то есть клиент может оформить его на один семестр, на один год или на остаток обучения, возможно. Также возраст неограниченный, то есть можно оформить с 14 лет, но обязательно понадобится согласие опекунов родителей, соответственно. Оплачивается кредит в течение либо срока самого обучения, там можно оплачивать только проценты, плюс 9 месяцев дается на поиск работы, соответственно, после обучения, и также плюс 15 лет уже на погашение основного долга и на численных процентов. Существует также досрочное погашение, то есть в принципе, если клиент является уже трудоустроенным, он может выплатить данный кредит в течение своего обучения. Итого, оказывается, существует много вариантов получить образование и при этом потратить меньше денег, чем планировалось. Воспользовавшись любым из перечисленных способов, вы сможете существенно сэкономить на обучении и получить специальность, которая позволит вам добиться успешной профессиональной карьеры. Но даже в этом случае ничего не дается даром, и до получения заветного диплома придется немало потрудиться.